Сегодня игра ForPost, одна из новых классных стратегий на приставке. Вы оказываетесь... В общем, все погибли. Так, наверное, звук надо потише сделать, то оглохнете. Музыка прекрасна, да, здесь? Как герои, помните, в детстве играли? Нормально так, или еще потише? Вот так, нормально. Так, давайте я новую игру с вами сыграю. Тут я уже открыл всякие доп-версии. Суть в том, что все на земле замерзло, постоянные холоды, города разрушены. Вам дается генератор. Давайте я вам покажу. Урень, я показываю вам полегче сделаю, пусть игра непростая. Нужно много думать, тут все, знать кто что делает. Всякие заморозки, разморозки и так далее. Церкви нужно строить, чтобы людям веру давать. Это не самое интересное. Сейчас я базу буду рассказывать. Вам дается генератор, который отапливает вокруг себя небольшую область. В общем, не знаю, интересно ли вам заставку смотреть или нет. Вот на таком генераторе ребята наши ездят, ищут где бы остановиться. В итоге попадают вот в такую яму. Туда поставили свой генератор, который мы можем включить. Значит, у вас 80 человек есть. У вас есть 80 человек, пока на паузу поставим. Видите, справа наверху 80 человек, которым нужно какую-то работу давать. У них нет домов. Вот если мы приблизим. Вот у вас нет домов. Вот это что у нас? Это только склад у вас есть холодный. Вот так вот. Смотритесь на улице все. По центру экрана наверху видите температуру минус 20. Справа наверху еда. Слева какие-то еще ресурсы. Ну, в общем, у вас ничего нет. Есть 80 человек голодных, холодных и так далее. И, соответственно, у нас есть книга законов, где вы можете какие-то законы принимать. Ну, например, детские убежища или детский труд вы можете выбрать. Дети будут работать. Я выбираю, например, пусть дети в убежищах. Стимул для родителей какой-то будет. Представляете, дети в убежищах. Вам легче будет работать. Так, дальше у вас люди на улице, напомню. Ну, ладно, они на улице как-то, может, пару раз переночуют. Первый, они умрут с голоду, да? Если мы ничего не сделаем. Так что давайте, наверное, Наверное, я сначала построю мастерскую, чтобы изучать технологии. Вот так сделаю, да? Дальше поставлю Так, пост добычи. Поставлю охотник. Охотников сделаем. Нам нужно чем-то без голоду. Без еды мы умрем с голоду. Так, у меня кончилось дерево. Ладно, мы поставили охотничью хижину. Она сейчас здесь, когда сделается. Включаю игру. Вот видите, плеер включили. Когда сделается, тут охотники будут добывать еду. А в мастерской мы будем технологии различные разрабатывать. Значит, наверху, у нас не хватает дерева. Я уже сразу вам говорю. А генератор, вот еще что, генератор, да. Вот мы его включили. Видите, он начал отапливаться. Точнее, отапливать. Вот видно, что он отапливает. Он начал отапливать округу. Но нам нужно дерево. Для работы генератора нам нужен уголь. Мы можем пока людей вот, например, сюда поставить. Вот рабочих пошлем. 15 пусть идут. Все, идите. Да, поставили. И нам нужно дерево без строительства. Потом еще металл нужен будет. Но пока дерево. Вот это стальные обломки. Вот ящики и древесины тоже пошлем сюда людей. Пусть идут. Все, идите. Игру можно увеличивать скорость. Видите, мы увеличивали. Тут всякие обучалки вылезают. Так. Вот здесь, видите, мы разработали вот этот мастер, мастерская. Да, здесь можно технологии различные разрабатывать. Обогреватели, паровой центр, изучение мира. Я маяк люблю делать, ресурсы. Так. Давайте изучение мира сделаем. Потому что у нас появится... Разработка пошла, да? У нас появится такой воздушный сар. И там будут разведчики, которые сейчас сформировали, собирают ресурсы. Это очень прикольно, когда вам ничего не нужно делать. Ресурсы будут сами приходить к вам в руки. Так. Сюда нужно назначить 5 инженеров. Доступно, видите, 15 было. И вообще технологии пошла разрабатываться? Да, пошла. Видите, жёлтенькая штучка там появилась одна. И здесь у меня что? Охотничья фижина. Ну, уже кого-то пошлём добывать ресурсы. Всё. Я включил перемотку вперёд. Люди побежали за ресурсами. Так, у меня людей, кстати. А, у меня нет... У меня нет же кухни, по-моему, я не сделал кухню. У меня сейчас голоду все умрут. Потому что мы охотничью еду-то добудем. Охотники добудут еду. Ну, кто её приготовит? Так, изученная технология маяк. Вот то, что я вам рассказывал. Маяк. Видите, тут написано 20 деревьев, 35 металла. Металла у нас нет. Надо кого-то послать за металлом. Вот, стальные обломки. Пошлём пока 10 инженеров. А, вот такие штучки, что-то людям тут не нравится. Разученная семья. Какие-то проблемы у людей всё время. Всё внимательно читайте. Я просто вам показываю, что за игра. Принципы. Понравится, будете играть, не понравится. Не будем. Кухня готова. Возьмём теперь 5 человек со стальных обломков. Назначим на кухню, потому что кто-то должен еду готовить. Так, тут проблемы у нас. А, вот самое главное. Всё время у вас люди жалуются на что-то. Ну, вы управленец. И что не хватает. Они на улице спят. Я говорю, я построю вам все дома. И начинаю строить им вот здесь, в L1. Ну, переключайте палатки. В палатках они могут хоть как-то, знаете, перекантоваться. Ну, лучше, чем в минус 20 на улице спать. Давайте всем построим. В палатке помещается 10 человек. У нас 80 человек. Нам нужно 8 палаток. Раз, два, три, четыре. Пять. Шесть, да, поместится в палатках. Шесть. Шесть палаток. Что же дальше делать, да? Всё, мы будем... Можно тут... Видите уголь, да? Вот эти залежи угля. Значит, я сюда буду со временем шахты делать. Можно пока построить дорогу. Вот, например, как-то так сделаем её пока. Вот так. И здесь мы будем уже строить дальше палатки. А, детское убежище. 20 ёлок нужно. Пока у меня нет. Так, опять проблемы. Что сейчас? Что нужно? Мудрые столпы. А, когда вы что-то требует, вам нужно немедленно принять решение. Ну, я понятно, да. Всё. Я обещал детское убежище. Напомню, слева, видите, задание написано. Так, собрать уголь, включить гимнатор, включить, построить детское убежище. У меня осталось на выполнении этого два дня десять часов. Если я не сделаю, люди расстроятся. И построить, полтора дня построить дома для всех. Наверху слева видите уголь. У меня генератор, когда топится, расходуется уголь. Не должен он кончаться. Поэтому скоро в разработке технологий, а уже можно разрабатывать. Я пока паровой центр сделаю. В разработке технологий паровой центр вы можете, помимо генератора, вот здесь какую-нибудь печку поставить, которая будет область отапливать. Помимо, так что я рассказывал, не помню. Помимо генератора, да, вы печку можете. А, генератор топится на угле. И вам нужно на будущее уже продумать, где вы будете брать уголь. Пока у вас люди ходят, добывают уголь. Да, вот здесь понятно, да? Да, но потом вам нужно будет здесь кончиться. Это залежи угля, куча угля написано. А на конь закончится еще пару куч, да. Но потом вам нужно будет здесь шахту строить. Так, изучена технология паровой центр, и мы теперь изучаем быстрый сбор ресурсов. Это нужно, чтобы у вас не так медленно все, вот сейчас еле-еле ходят они себя, это очень быстро, моментально. И, ребят, что еще нужно? У нас нет санитарного пункта, люди, чтобы не умирали, нужно их лечить вот здесь. Вот здесь будем лечить людей. Так, ну, люди жалуются, что еду нужно. Нашли какие-то источники. Так, санитарный пункт я поставил, еду я построил. Ресурсы, это надо угольную шахту разрабатывать. Вот маяк. Вот смотрите, я ставлю маяк. Ну, давайте сюда. Сейчас построится он, какое-то время займет на это. Так, а это что у меня? А, строительство санитарного пункта, мне нужно, там будет изучена технология быстрого сбора питания. И теперь быстрая охота, чтобы еду быстрее добывали, сделаем. Так, вот это все строим, строим, давайте. Ребятушки, маяк построен. Все, маяк построен. Вот смотрите, такой воздушный шар поднимается. Ребят, я еще играю 5-10 минут, покажу дальше уже. Вам так не будет неинтересно. Будете уже дальше сами играть. Я вам просто в принципе такие базовые, что тут вначале делать показываю. Классная игра. Мы с дочкой вообще, дочка у меня смотрит. Представляете, везде холодно, у вас генератор, уголь. От вас все зависит весело. Можно сказать, что немного такая семейная игра. Значит, у вас есть места, куда нужно попасть. Но нужно для этого, вам нужно разведчика сделать. Вот если на шар этот наведете, который летает, видите, 40 елок, 5 жителей. Нажимаем, купили разведчиков. Все, отправили. Вверху справа появилось время. Здесь часов 5 минут идти до разведки вот этой. Так, а мы тем временем строим санитарный пункт. Что ты хочешь? А, готов к поискам, давайте. Давайте, идите. Я вам назначил уже куда идти. Вот, санитарный пункт. А, ребята, у нас нету, видите, внизу написано, срочно. Две палатки, срочно. У нас нету, не хватает домов для людей. Они же на улице у нас живут. Вот то, что обещали, должны сделать. Имеете в виду. Ставим два дома. И помните, я еще детское убежище вам рассказывал? А, 20 елок надо. Так, на детское убежище построить. Так, и внизу слева, видите, я должен все-таки выполнить то, что обещал. Но это нормально выполнил. Тоже выполнил. Так, вот сюда в санитарный пункт мне нужно назначить. Инженеров не хватает. Кого же назначить мне? Так, где я возьму, куда-то я всех инженеров сделал. Куда я их дел, я уже не помню. Так. Так, сталь пусть добывается. А где мои все инженеры, ребята? Я тут не могу вспомнить никак. Так. Тут везде у меня рабочие, 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 рабочие. Вот инженеры меняя на рабочие. Да, и получается у нас в санитарном пункте все. Все, теперь есть медики. Инженеры-то такие умные рабочие, скажем так. Перематываю вперед, мне нужно сейчас быстренько дерево добыть, построить детскую вещь, потому что я обещал. И внизу, видите, вот эта надежда. Так, у меня, смотрите. Вот, я переключаюсь на разведчик. Видите, он пришел в эту точку, которую я нажал. Нажимаю следовать, и он нашел каких-то выживших. Я могу и сопроводить до города, да и дойти самим. Но они могут пропасть, и что-нибудь с ними могут случиться. Я нажимаю сопроводить до города. Можно я ее не прочесть. Я не читаю. Так, давайте разработка законов. Я вам не сказал, да. Так, ну у нас будут медики-ученики, инженеры-ученики. Так, давайте медики. Детей будем, дети будут, так они в убедящих, помогать в медицине. Строем детскую убедящую, мы просто обещали. Помните, жителям построить вот здесь. И вот то, что мы парогенератор, помните, изобрели. Он где-то здесь у нас, вот паровой центр. 20 металлов. Где же я их возьму? Этих ваших 20 металлов. Так, это остальные обломки. Давайте быстренько сюда, ребятки. Так, древесину. Наверху сообщение слева. Древесина закончилась. Надо, вот древесина, надо кого-то послать. У меня вообще все ресурсы закончились. Так, все. Убежище детское построили. Надежда внизу выросла. А вот охотничество снаряжение технологии мы изобрели. Так, ребят, смотрите. Теперь нам нужно разрабатывать технологии. Видите, вот здесь угольная шахта. Чтобы ее разработать, нам нужно этот первый уровень. Вот это сделать. 50 леса нам нужно. 50 леса. Поэтому собираем 50 леса. Помимо угля, да, который собираем еще 50 леса. Так, где это дерево? Так. Благодарственная записка за то, что мы детское убежище сделали. Все довольны. Так, нам нужно пока. Нельзя останавливаться. Можно разработать обогреватели в домах. А у нас дерева нет. Так, вот у нас вернулась экспедиция. Вот эти выжившие, которые мы собрали, мы дошли. У нас теперь увеличивается количество людей. Но надо помнить, что каждому из них теперь нужен дом. Санитарный пункт нужно увеличить. Охотников больше. Они же есть хотят. И так далее. Ребят, я вам хотел просто введение в эту игру сделать. Могу дальше поиграть. Ну, не знаю, будете смотреть или нет. Но это я уже в следующем видео. Здесь такая знакомительная игра. Супер этой стратегии For Post. Так что, давайте я пока сохранюсь. Сохранюсь. А вы поиграйте. Пишите, кому что понравилось. Может, если стратегии какие-то есть. Возможно. Фростпанк. 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 Да, игра называется. Фростпанк. Если стратегии какие-то есть. Пишите, ребята. Это интересно. Хорошего вам вечера. Хорошее настроение. Пока-пока. Фростпанк. Фростпанк. Фростпанк.